Приветствую! Вы на канале Медвежий Барабан. Вижу, что многим из вас понравились ножи производства компании CGRB. В основном за свои необычные формы и интересные решения. Поэтому сегодня я буду обозревать свой свежеприобретенный складной нож CGRB модель J1919WH Tigris. Итак, что же интересного заявляет о данном ноже производитель? Это невероятно большой и смелый складной нож, разработанный для обеспечения максимальной режущей силы и при этом удобно помещающейся на кармане. Агрессивная форма тесака делает этот нож идеальным для выполнения широкого спектра задач, которые были бы затруднительны для более миниатюрных ножей. А профиль клинка хорошо поддается тяжелой резке и работе на плоских поверхностях. Далее обо всем подробнее. Поехали! Начнем по традиции с того, как поставляется данный нож и чем комплектуется. Поставляется нож, на мое удивление, довольно скромно по сравнению с остальными ножами производства CGRB. Приехал он ко мне вот в такой симпатичной картонной коробочке, где на лицовой стороне мы видим логотип, он же название бренда. А с левой стороны расположился стикер с указанием модели ножа. Более на коробочке ничего нету. Внутри нас встречает непосредственно сам нож и пакетик с силикагелем. Все, на этом комплектация и закончилась. Честно, был немного удивлен. Но да ладно, если это отразилось на стоимости в меньшую сторону, то пусть так оно и будет. Переходим к самому ножу. Накладки рукояти составные из двух цветов G10. Белого и черного. К слову, я неспроста взял себе этот нож. Так как, кто знает, я коллекционирую ножи с белыми накладками рукояток. То есть, в данной модели Tigris производитель наложил друг на друга две пластины G10 с разной текстурой, что обеспечило хороший хват и, как по мне, идеальную толщину рукояти. По сути, мы получили угловатый изгиб под указательный палец, линейное продолжение с наклоном и прямую спинку под ладонь. Бэкспейсер с крупными насечками из алюминия 6061T6 красного цвета, в котором расположилось темлячное отверстие. Достаточно крупных размеров, 550 паракорд в два, а то и в три слоя пройдет с легкостью. Вся фурнитура выполнена в черном цвете, осевой винт без излишков. К слову, собран нож всего на двух торксах и осевом винте. Далее покажу поближе, стальные линера у нас облегчены с одной стороны крупными отверстиями. Осевой механизм это керамические подшипники в тарапластовой обойме. Чему, по сути, я не удивлен, так как клиночек буквально выстреливает при открытии за флипер. К механике, логично, вопросов не имею. Флипер, он же плавник, никаких насечек не имеет. Да, по сути, они и не нужны, так как он имеет немаленькие размеры. К хвату, собственно, претензий тоже нету. Нож удобно держать молоточным, обратным и с упором большим пальцем на клинок. Он это позволяет делать без каких-либо проблем. А сверху на обухе клинка по бокам имеются достаточно крупные насечки. Супер контроля ножом они, конечно, не предоставляют, но, упираясь пальцем, чувствуются. Тип замка – классический лайнер-лог. Лайнер заходит на начало пятой клинка, сам же клин по центру. К слову, дополнительные насечки на лайнере для удобства отжатия замка не помешали бы. Пара слов о клипсе. Клипса, по сути, глубокой посадки. Но вот бэкспейсер, в котором расположилось темлячное отверстие, будет торчать из кармана. Клипса однопозиционная, соответственно, переставить на другую сторону не получится. Сама по себе средней жесткости и широкая. Нож имеет клинок непривычной формы, и это его отличительная черта. Широкий клинок формы шипфуд, с которым можно выполнять даже довольно грубые работы. Сведен в 0,4-0,5 мм. Выполнен из фирменной стали IR RPM-9 твердостью 59-61 по роквеллу. Это фирменная и запатентованная порошковая сталь артизан катлери и CGRB, которая идеально сочетает в себе удержание заточки, устойчивость к коррозии и простоту заточки. Клинок легко раскрывается при помощи флиппера, несмотря на свои габариты. Возвращаясь к клинку, покрытие серый Stonewash. Здесь же на клинке мы видим саму маркировку стали и модель. С противоположной стороны расположился логотип бренда. А извлечение клинка происходит только при помощи флиппера. Другого здесь не предусмотрено. Далее пробежимся по характеристикам. Общая длина 215 мм. Длина клинка 89 мм. Ширина клинка по всей длине меняется от 25 до 40 мм. Толщина обуха 3,2 мм. Вполне классическая толщина. А вес его на самом деле не такой большой, как мне казалось. 180 грамм. Далее предлагаю порезать бумагу и посмотреть на заточку из коробки. Как всегда, по всей длине режущей кромки. Насколько это будет возможно? Отлично. Своеобразный такой тесачок. Без проблем. Кончик острый. К заточке претензий не имею. Отлично. Подводя итоги. Tigris это EDC флиппер с прекрасным режущим потенциалом. Клинок хорошо подходит для шинковки продуктов. Им можно удобно и очень точно строгать. Высокие спуски гарантируют отличный рез. Выполнен клинок в ножевой порошковой стали IR RPM 9. Это, как я говорил ранее, собственная разработка Artisan Cutlery. Нож открывается за внушительный плавник. Когда нож раскрыт, плавник становится своеобразной гардой, усиливая эффективность подпальцевой выемки. Осевой узел на керамических подшипниках. Механика прекрасная. Замок проверенный временем. Интуитивно понятный лайнер лок. Рукоять угловатой, но вполне эргономичной формы. Подытоживаем. Оригинальный дизайн. Клинок в достойном порошке. Осевой на керамике. Режет здорово. Благодаря широкому клинку и высоким спускам. Из недостатков, но опять же, кому-то это за недостаток, кому-то за плюс. Он тяжелый. Кого-то может отпугнуть, но опять же, тяжелый он в меру. Ценник в среднем на данный режек составляет порядка 7 тысяч рублей. Хочу напомнить вам, что я создал новую группу ВКонтакте. Поэтому рад буду увидеть вас там. И отмечу один момент, что все мои видео – это мое личное мнение и первое впечатление о тех или иных товарах, которыми я пользуюсь. Выражаю свое восхищение или недовольство ими и делюсь этим с вами, чтобы вы могли делать из этого какие-либо выводы. В общем, мои видео несут только ознакомительный и информационный характер, не более того. Чтобы у вас было представление о данных товарах и вы понимали, нужны ли они вам вообще. Друзья, понравилось видео? Тогда поддержи меня лайком и подпиской на канал. Ну а обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока.